Метет пыль, песок. Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас с береговки Зилташского лимана, станица Благовещенская. Отсюда мы видим уже море. Это Бугасская коса, первый пансионат Югра, потом там разнообразные глэмпинги. Я недавно делал более подробный обзор, как же метет сегодня. Ветер усилился, от 18 до 22 метров продувает у нас. Для меня на кайте сегодня путь закрыт, потому что у меня максимальный размер девятая, надо где-то семерочка даже под мой вес, лучше шестерочку и тогда можно было покатать. Сейчас время на часах 10.35 и ни одного купола в небе не вижу. Настолько сильно дует ветер, что профессионалы еще отсыпаются и ждут его хотя бы небольшой стабилизации, потому что он очень сильно порывистый и долбит. Это приведет к опять большим количествам сломанных деревьев. Вот резкий порыв это жесть. Я вас сегодня приглашаю на прогулку мы сейчас выйдем на Бугарскую косу здесь вначале. Съездим на Нудийский пляж и посмотрим, как уже готовы пляжи Благовещенская. Температура моря сразу, ребята, упала плюс 17. Только в первых числах июня она поднимется до более-менее нормальных и приемлемых для вас значений там 21-22. Потому что ветер сейчас устраивает так называемый апвеллинг. Он от берега отгоняет всю теплую воду, возит ее на глубину, а вода снизу продавливает к берегу холодную воду с глубины. Получается такой круговорот. Но потом вернется теплая вода и будет все хорошо. Обидно, что позавчера была температура. Лежать можно на этом ветру 22 градуса, а сегодня на тебе 17. Посмотрите, как выглядит вообще Бугарская коса, как выглядит сам лиман над ним. Видите, такая дымка стоит. Прямо такие вода и вся пыль, которая сдувается. Здесь берега под деревщием воды разрушаются. Это коса голенькая, это птичьи острова. Там у нас видим Веселовку, за ней уже поселок Волна. Ну и Бугарская коса соединяет эту часть Анапской пересепи, станицы Благовещенской, с Веселовкой в той стороне. Так, температура воздуха, друзья, 22 градуса. Сегодня обещали максимум 24. Вот так вот. Хочу сразу предложить коллаборейшн для всех тех, кто смотрит, любит Благовещенскую. Ребятки, сюда съездить, туда-обратно из Анапы 60 плюс километров. То есть, если вам не затрудить на бензинчик по номеру телефона, можно подкинуть, поддержать. Потому что каждая поездка для меня это расходы, для вас информация. Если вы цените мои потуги в этом, буду вам от души благодарен. Ну а также подписывайтесь на наш телеграм-канал и там уже от меня выигрываете. Либо литр домашнего вина, приготовленного мной, или 500 рублей на счет. Буду рад вас видеть. Видите на экране. Спускаемся сверху сюда вниз, но тут можно было по верху пройти, оставив тут машину. Также есть там еще пляжики с левой стороны на подъезд. Тут я кроме того, что все зазеленело, никаких других изменений не вижу. Я тут помню, перед первой парковкой была зона, в которой можно было кармашек заехать, припарковаться. Собственно, вот я его сейчас впереди наблюдаю. Тут мы машинку оставим и перед югрой выйдем на пляж. Тут уже будет понятно, как вот эти ближайшие диски с лестницей и туда дальше Бугатская коса выглядят. Оставляю машинку свою здесь, в этом кармашке. Туда дальше у нас есть парковочки. Я думаю, что после похода нашего на пляж мы проедемся, посмотрим, что там запустилось, как работает. И потом от Бугатской косы уже туда к кайт-станциям ходит уже трансфер, который тоже можно вызывать. Там, в принципе, вся информация будет написана. Здесь пока парковочная зона не заработала, потому что, в принципе, отдыхающих у нас мало. Я думаю, что ее и не для кого запускать. Обычно здесь стоит домик. Это первая парковка, на которую вы можете заезжать там за деньги. Цены в этом году, честно, не знаю. Пока еще, ну, в районе 400-600 рублей просили за сутки. Если вы здесь стояли, пишите. Будет интересно узнать ваше мнение, нравилось вам тут или нет. На солнце температура прогревается почти до 26 градусов. Но если бы отключить еще и ветер этот сильнейший, то было бы вообще просто космос, а не погода. Фарестобак Костель. Здесь указатели. Ну и мы доходим уже до пляжной территории Югры. И ловим здесь просто бешеный парк ветра. На пляжах у нас, в Анапе, там нет вот этого брусфера и там песок разгоняется и невероятно больно бьет по ногам. Это и здесь, на Бугасской косе, будет то же самое. Единственные еще приемлемые пляжи, это каменные, которые у нас от ветра защищают как раз-таки вот такой обрыв. На них будет сегодня максимально комфортно. Это пляжи от Бугасской косы и до автокемпинга жара. И, наверное, даже еще чуть-чуть туда дальше, до первых баз отдыха. И каменные пляжи в городе-курорте Анапа. Сейчас вот с правой стороны мы наблюдаем с вами территорию пляжную. Как раз-таки Югры. За ним потом территория парковочной зоны и потом пошла свободная пляжная территория, по берегам которых находятся как раз-таки другие места. Ого! Вот кто-то костер палил. Я понимаю, что подрезку деревьев здесь сделали, а потом на пляжной территории устраивают сжигание. Интересно, прокуратура Азово-Черноморская в курсе о том, что вот так вот используют пляжную территорию и как они это комментируют. Очередной костерчик здесь вложили. Я не буду там догадываться, кто, с какого места здесь все эти костры собираются и палятся. Потому что здесь лох серебристый, который у нас под защитой в больших количествах. Обрезанный доходится. Огонь! Как говорится, нет слов. Одни эмоции только таким людям. Здесь тоже навесы стоят. Они готовы к приему отдыхающих. Оу! Я, знаете, бы как бы не особо советовал всем купаться в море. Посмотрите, какая волна идет и видно, как вода летит вдоль берега. То есть очень сильное боковое течение. Как раз таки этим ветром невызванное. Поэтому, друзьяшки мои, не рискуйте особо. А тут, я смотрю, тоже ветер продувает. То есть не особо комфортно будет. Вот ближе я шел в горе. Там да, классно было сидеть. А на береговой линии... Я думал, сейчас искупаемся. Я вам покажу, какая здесь вода классная. Но я этого делать не буду. 26,6. У нас вчера в Анапе утонул бы пускник. Вся информация есть у нас в Телеграме, на которую я всегда призываю подписаться. Более подробно. И наш подписчик снял об этом информацию. Я не буду все выкладывать о том, что он мне там порассказывал. Как это происходило. Царство Небесное. Родителям соболезнования. Невероятная трагедия. Просто девятый класс закончить и такое. Ровно вместе. У моря под ветром температура воздуха падает. 25,4 показывает. Сейчас узнает температуру водички. Ух, под такую волну можно попасть. Она может утащить в море. И посмотрите, какая песчаная буря поднялась в ту сторону. Я что-то поворачиваюсь. Вот оставил свои шлепанцы там. А тут мой тапок уже в Турции собрался. Вот это было прикольно. Лежать и не вставать. Температура воды здесь немножко забавляет. Я потому что вчера зашел у нас на пляже речка Можипсин, либо Вагуново называется. И там температура прям вот такая была. Здесь я стою. Думаю, как тепло сильно. Температура воды 19,3. То есть вполне себе хорошая. Представьте, насколько температурный режим отличается. Даже вот по нашему Анапскому побережью. Мы находимся от Анапы где-то в тридцати километрах по берегу. И там плюс 17, а здесь 19. Просто здесь под другим углом подходит ветер. И он вдоль берега. Они от берега сдувают воду. Вот такие дела. Ух, такие волны. Красота, друзья. В общем, продолжаем наш обзор. Здесь, ну вот, береговую линию вы увидели. Здесь я вижу, что порядки навели. Мне такого не понравился. Вот этот вот костер, который там организовывают. Ну, могли бы вывезти куда-то дальше. Зачем это делать на пляжах? Мне непонятно, конечно. Ну, цвету моря и настроение просто фантастика. Ух, как тут сдувает. Откроем окошко и попробуем ворваться туда дальше. Прокатиться. Тут бетонные плиты. Вот так вот выглядит берег справа лимана. Здесь у нас та самая Югра. Ну, тут какие-то частные. Есть вроде как, я не знаю, это называется, гостиницы. Вообще, как они здесь появились, большой вопрос у нас возникает. И потом правоходители и дава горят, этажи сносят в Анапе от тех застройщиков, которые в том числе и здесь этим занимались. Люди отдыхают. В принципе, им Югра нравится. Мне тут что-то возмущаться вообще не имеет смысла. Здесь волны уже чуть ли не до дороги доходят. Если опять размоют, будет, конечно, жуткая картинка. Тут еще последствия прошлого шторма. Полностью не ликвидированным. Доезжаем вот до той первой парковки. Я смотрю, машинки какие-то не стоят, но функционирует ли она в полном объеме. Непонятно. По крайней мере, цепочка натянута. Вот собака бегает, которая, я говорил, тут выскочивая пешком шел. Тут уже, смотрю, устанавливают шлагбаумы, которые будут выпускать электрические. Вот они тут замотаны, стоят. Ценников нет, ничего нет. То есть, пока официально не работает. Цепь на замке, кстати, типа. Едем дальше. То есть, получается, сейчас ни одной парковочной зоны здесь, ну, даже за деньги, на Бугасской кассе нет, что ли? Ни пыли просят здесь. Это Зенит мы доезжаем, база отдыха. Здесь и дети. Нет, нет, отдыхают. Здесь, ребят, такая школа первая находится. И вот тут по обочине пытаются ставить свои автомобили люди. Дальше цепочка. Остановка запрещена. Все. Даже муниципальная территория в том самом числе и Зенитом затянута такими цепочками. То есть, парковок нет. Дальше по прямой, только на трансфере. Вот это бред просто. Я на это смотрю жуть какая-то. То есть, ни одной парковки не работает, и припарковаться просто нигде нельзя. Ну, люди в щеки. Я смотрю по сторонам, смотрю, да где сейчас следующее дерево, наверное, завалится. Ладно, пробуем развернуться, едем обратно. Берега Кизилтарского лимана. Раз такие с оливой, лохом серебристым. Смотрится очень красиво. Давайте доедем до моего любимого Нудийского пляжа. Я там с утра уже был, снял видео. Ну, а сейчас мы вместе с вами глянем уже, как говорится, своими глазами, как оно там выглядит. Так, друзья, смотрите, мы стоим на Т-образном перекрестке. Туда у нас дорога уходит обычно на Косу Бугасскую, туда на Голенькую. Здесь у нас поля с маками, там красивые поля с маками. В ту сторону у нас Нудийский пляж по прямой находится. Вот там, как раз-таки, где стоят машинки уже, я с работом никого не был. Ну, и давайте я вам покажу дорожку, которая проведет вас и отсюда туда. Ну, вообще, вдоль той лесополосы мы обычно заезжаем, в ту степь, и как бы там дорога, в принципе, асфальтированная. Наверное, по ней заезжайте, вам там будет комфортно и хорошо. Здесь просто есть еще спуски, не обязательно только с той лестницы спускаться, может, где-нибудь поближе. Эту информацию вам просто надо знать и ей владеть. То есть, что туда приезжать, там много людей или нудисты к вам пристают, проехали правее, там спустились, все будет хорошо. Тут кончается асфальт и влево, вот, вот, сворот. И вот туда, ба-бах, и сварнули, и поехали по грунтовке. Долго-долго буду гнать велосипед в полях и его восстановлю. В общем, красота. Первое раздвоение, смотрите, вот сюда чуть можно было раньше проезжать. Ну, вот здесь машинку ставим, дальше перекопано. И за вот эти домики заходим, там тоже есть что-то типа лестнички. Спускаемся к морю и попадаем на то место, где мы вот были с вами. Только здесь, допустим, можно чуть подальше от берега ставить, но припарковаться без денег, допустим. И вообще припарковаться, потому что если там нигде парковки не откроют в этом году, то это будет просто жуткая жуть, как там будет машина разъезжаться, парковаться и вообще, как там будут работать и пляжные территории. Продолжаем еще чуть-чуть движение. И вот здесь, между холмов, видим еще один спуск к морю. Маковая красота, она, конечно, восхитительна. Как я обожаю маки. Температура тем временем поднялась до 26 градусов. Машин здесь не так уж и много, но собиралась дальше особо не проехать, потому что здесь перекопано. Поэтому со спокойной душой проходим туда. У меня, конечно, второй раз что-то идти, я не знаю. Первый раз решил не снимать, потом думаю, приду, поснимаю для вас. Кто помнит, был такой уютный маленький проходик, а сейчас полностью практически вымело песок, и только остался тот, который держится еще растениями, и то уже корневище оголяется, будет разрушаться дальше. Вот настолько сильные порывы ветра здесь приходят, все это разрушается. А здесь вся эта территория заросла. То есть прошлый наш приход, вот здесь, помните, был просто голый песок там и какая-то сухая травка. Теперь вот все зазеленело. Глядя по песку, кажется, что никто здесь не ходил. Я оставляю только первые следы. Но я, когда выходил утром отсюда, на встречу мне парочка шла. Ребят, ну, девушка с парнем шли, и дай бог им хорошо отдыхать. Это мой самый любимый пляж. Самое лучшее место, которое, считаю, в Анапе для посещения. Ну, вообще, в принципе, Благовещенское, Бугарское касается. Так и есть. Но этот пляж особенный. Я не знаю почему. Нет, тут настолько душа прикипела к нему. То ли из-за вида вот этого красивого, то ли еще какими-то моментами. Но здесь, кстати, не так сильно, вроде бы, метет воду вдоль берега, но все равно боковое течение я бы сегодня и здесь не рекомендовал вам купаться. Я сам не стал, ребят. Я шторма не боюсь, но зачем? Лишний риск. Одно дело, когда я с кайтом побеждаю стихию, там ветер дует оттуда, к берегу. То есть при любых раскладах меня вернет обратно. Ну, вон, кстати, ребята нудят с правой стороны голышом стоят, получают солнечные ванны, им хорошего отдыха. Молодые, красивые, мечтательно, сказал он. Красота. Вид просто прекрасен. Приходишь, видишь бескрайнее море, эти невероятные облака. Сегодня еще так много контрастов, цвет разный, нет водорослей, чистый берег. Вот этот прекрасный спуск к морю. Ох, надо кепку потянуть, а то придется все-таки вниз бежать. Но все-таки опасность купания вот в таких вот боковых течениях существует. Ну, вот ребята, которые там стоят загорают, я смотрю, что им не мешает ничего. Ветер не продувает в этом месте. Там, наверное, все-таки как-то больше под углом приходит. Да и, в принципе, тепло, еще 26 градусов, ну, ветерок и ветерок. Здесь, по крайней мере, песок не бил по ногам, как там на наших пляжах. Ну, и там, в принципе, вы видите, аж дымка стоит, там напрямую приходит, упирается ветер в море с берега и вот разгоняет такую погоду. В общем, ищите места классные. Советую еще каменные пляжи Анапы. Там сто процентов ничего откуда дуть не будет, потому что там обрывы внизу сидите. Ну, единственное, бдите, чтобы на вас никто сверху не упал. И тогда будет вообще все хорошо. Море с такой температурой вообще прекрасно. Главное купаться безопасно. Вот мужчина, кстати, пошел в море. Все, посмотрим, зайдет, не зайдет. Тоже не рискует. Смотрите, стоять на берегу. Ну, опасно сегодня. Вот еще раз говорю, даже нудисты понимают то, что купаться надо аккуратно в море. Также, ребятки, с левой стороны, вот мы прошли на нудистский пляж от этого места покупки и по прямой. А если чуть левее, между дюн бы вышли на обычный пляж и не пересекались бы, в принципе, вообще с нудистами. Там, единственное, без лестницы, а спуск постепенный среди дюн. Я его тоже неоднократно показывал. Пользуйтесь. Дальше в этой же лесополосе. Мы едем только теперь не направо, как ушли на нудик, а поворачиваем вот сюда. налево. Здесь это местечко называется пляж на заставе. Постоянно проходят уборки. Хочу поблагодарить тех людей, кто в этом году убирался. У меня, к сожалению, не получилось с ними присоединиться, но информацию у себя распространял о том, что она будет проходить эта уборочка. Мы каждый год в ней, в принципе, участвуем. От души всем благодарен. Здесь этот брусфер меньше и, конечно же, здесь пробивает гораздо больше. Ух! Вовем ветер. Какие тучи заходят. Видите, они формируются сейчас как раз-таки сразу над морем. Тут, если поставить на таймлапс, видео было бы, ну, очень красиво. Оттуда уже начинается автокемпинг. Вчера, потом в даче пошли к базе отдыха. Спустился чуть ниже. Ну, смотрите, уже очередные свиньи здесь накидали мусор. Еще раз говорю, уборка была буквально там, ну, с полмесяца назад. Здесь вычистили все, что только можно было. Береговую линию. Вот так вот выглядит сейчас пляж. В этом месте люди в кухтках сидят в плюс 26. Поднимаемся наверх и продолжим ехать вдоль береговой линии здесь по полю. В прошлый раз я что-то не поехал сюда, поехал там по дороге, объезжая лесополками. Ну, а тут глянем, вообще есть дорога или нет. Тем более, в скором времени здесь появится новая Анапа и, возможно, это последняя поездочка вдоль этих мест. Жалко, конечно, что все застроится. От прогресса никуда не денешься. Так, тут поля, там моря. Что-то царапает мне мою машину. Кипец. Доезжает сюда даже вот на легковых машинках. Те, кто имеет такое желание. Слушай, ну, как сильно затягивает тучами. Вообще не думал, что будут какие-то явления такие погодные, как тучи. Возможно, это конец моего маршрута. И поедем возвращаться. Это относится территория уже к автокемпингу жара. Тут до майка, видите, там есть внизу небольшая дорожка. Можно было бы и, в принципе, здесь попробовать даже скатиться, спуститься. Но я не люблю ездить по пляжам, поэтому туда съезжать не буду. А так вот с той стороны Феникс стоит. А здесь такой овраг как раз таки это место разделяет. Вернемся обратно и подъедем к жаре уже с другого места. Посмотрим, как там оно в этом году тоже выглядит. Фух, какова красота, ребятки. Смотришь на эти места и думаешь, что это да, богом данная нам планета. Берегите только, не мусорьте хотя бы. Помните об этом. Так, там на самом деле можно было поехать по другому. Я второй раз путаю подъезды, но выезжаю в этот раз к Ауруму. То есть базу отдыха здесь я проезжал полностью, все снимал. Самый топовый здесь отель это Аурум. Надо было заезжать от соседней лесополосы. Там указатель стоит, но он, кстати, не подписан сейчас, что жара. И туда подъехали на автокемпинг. Ну давайте на автокемпинг и перенесемся сразу. На базу отдыха есть свободные места. Автобусы здесь стоят. Более-менее дорога хорошая. Местами даже асфальт и бетон встречается. Есть и такие вот. База не работает. Отдыхащих неразмечаем. И парковка даже ближе 5 метров от выезда запрещена. Всегда вот мы в этой датписи проезжаем. Благовещенское заканчивается. Тут такая дорога. А что интересно дальше начинается? Трасса. Веревок никаких ограничений нет. Но вот без, как говорится, субъекта, который здесь хозяйствует, большому сожалению, пляж замусорит. Здесь проезд на море закрыт, я смотрю. В общем, порядки наводят. Может быть, что-то здесь как-то будет по-другому работать в этом году. И, в принципе, хоть и говорилось много о том, что эти глэмпинги должны уйти в прошлое. Там какие-то решения были по ним. Все на местах. Никаких изменений я не вижу. Давайте доедем до общей жары. Того места, где проходили разнообразные сейшены. И посмотрим, как там выглядит пляж. Дойдем до моря в этом месте. Там вот за этим белыми домиками, я смотрю, глэмпинги готовятся к запуску уже. До домиках натягивают и кровлю. И там чистят, моют их. А может, это даже новые домики восстанавливают. Я вот не помню, были они раньше или нет. Напоминайте мне, как говорится. Ну и вот добираемся до базы. Жара. Туда дальше проезжали раньше люди и там парковали машины. Сейчас я смотрю, что здесь также выставляют новые ФС. Возможно, здесь будет перекрываться проход. Покажу. Вот машина поехала в ту сторону. Дальше. Когда нет людей, которые пускай там берут там какую-то денежку за проезд, но при этом убирают потом весь мусор, вывозят там и так далее и тому подобное, то все превращается в жуткую жуть. А здесь вообще было перекрыто, перекопано. Получается, сюда дальше не давали выезжать. Вот так. Вот я сюда приехал. Пойдем посмотрим, что там. Вот так вот прокопали, чтобы никто не объехал и ФС перегородили. Но кто-то ФС уже подвинул. Тут автобус появился какой-то прям до берегу моря. Смотрится, это прям прикольно. И завозят еще лес, значит, будет какое-то строительство. В общем, мне очень интересно, как в дальнейшем будет это все развиваться. Там вот, смотри, люди напарковались. Ну, то, что нужно эту территорию использовать в любом случае, я уверен, как-то пляжи без доступа, это прям печально. Хотя бы там сверху и по брусферу тоже есть дорога, и с нее можно спускаться вниз. Там абсолютно бесплатно вообще парковаться, чем многие и занимались людям. Тут барные территории в данный момент времени выглядят. Вот так вот. Не знаю, идет ли подготовка или все наоборот разрушают. Это здесь вот из новых досок городят какие-то еще постройки. Будем смотреть. Мне как-то раз довелось побывать здесь на сейшни, который проходил. Жара. Ну, было прикольно, в принципе. Такое местечко интересное. Вроде бы тут все даже украсили, потому что там все беленькое, чистенькое, классненькое. Да и сами ощущения, когда ты вот так подходишь, с правой стороны надпись жара, а здесь 20 такой помост и выход к морю. Бунгало уже поставили. Кстати, люди купаются в море. Я в честь сегодня не рекомендовался, были дети без присмотра, родители, потому что очень сильное боковое течение. Как я и говорил, я не рискнул купаться. Дети возле берега, в принципе. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Вот так вот выглядит пляж. Мусора, кстати, стало поменьше. Что-то тут очень радует. Сейчас время у нас уже 12.21, пока я здесь лазю. Меня там в телеге отвлекают немножечко. 25,4 температура воздуха у моря. И посмотрим, сколько здесь моря. То есть мы были в начале той зоны высокого брусшера и в начале Бугасской косы. Вот уже добрались до пляжа жара. Дальше у нас база отдыха и мы еще посетим центральный пляж. Я думаю, что это будет интересно. Мы замеряем температуру. Фух, на контрасте здесь море, кажется, чуть попрохладнее. Тут просто привыкнуть надо. Ну, вот вода как летит, смотрите, ребят. То есть это прям поток, как река вдоль берега. Так же, 19,3, в принципе, как и там. То есть море здесь по температуре везде одинаковое. Единственное, вот за детей не страшно смотреть, как они подходят. Потому что вот эта река, которая несется вдоль берега, может забрать ребенка. И вот как вчера, может получиться трагедия. Я говорю, ну, я не могу чужих детей гонять, трогать родители. Я уверен, что рядом где-то находится. Не могли бы дети сюда прийти без родителей, правильно? И смотрят за ними. Дети, я думаю, что подготовлены, они особо не заходят в море. Просто на берегу сидят, плескаются. Так, в принципе, ситуация на пляже, я думаю, вам понятно. Под дюнами есть мусор. Я думаю, что его тоже уберут. В дальнейшем приведут все в порядок. Двигаемся дальше вдоль баз. Сейчас покажу там входы в них. И доедем до центрального пляжа. Чтобы вы понимали, как наше видео будет дальше развиваться. Тут даже дыхающие какие-то есть. Смотрите, ребята с моря возвращаются. Теперь мы отправляемся в обратном направлении от жары. И будем смотреть. Вот частная территория здесь. Первая база отдыха. Сразу скажу, что мне нравится. База отдыха вдоль берега моря. У них нет перед ними дороги, которая бы им мешала размещать своих гостей. Напротив, тут маки есть. Это тоже красиво. Но не о маках. Тут магазинчик, кстати, в летний период времени работает. Что мне нравится? То, что нет общих проходов для того, чтобы люди заходили. Вот между каждой базой, либо через территорию базы было бы желательно иметь такой проход. Это вопросы к нашей администрации и вопросы к организации в дальнейшем строительства «Новая НАП». Потому что они говорят все громче. В скором времени тут проектная документация уже будет. Мы увидим, что обещают нам построить. Там пока только все мечты и разговоры. Четкого проекта еще пока не слышно. Хотя он должен был уже давным-давно появиться. Видать, там свои интересы все пытаются учесть в этом проекте, чтобы было все хорошо. Но про нас, обычных людей, надо не забывать. Которые хотят иметь парковки, доступ к пляжу. Вот бесплатные парковки, доступ к пляжу. И там стройте, что хотите. Я думаю, все будут прям очень довольны. Если нет, то пишите обязательно в комментариях, ребятки. Ну и экологию, пожалуйста. Сделайте так, чтобы море не загрязнять в этих местах. База отдыха «Напа-2». Возле нее есть немножечко асфальта. И вот как раз-таки возле «Напа-2» здесь пускутой лесополосы. Можете по карте смотреть. Автокемпинджера, в принципе, сюда поведет. Какая красота, какие контрасты. Удается заснять для вас. И дальше, после «Напа-2» кончается асфальт. Едем до следующей базы. Эта база отдыха называется «Тамань». Высокий забор. Там такие есть у нее души, туалеты, парковка, спортивная площадка, анимация. 100 метров до пляжа, вай-фай, трехлазовое питание, домики и номера. Вот такая вот какая-то реклама у меня получилась для этой базы. Находится она где-то в районе автокемпинджера. Дальше территория, на которую я показывал, не сдается. Там не обращайтесь. Вот так выглядит. Заброшенная территория. Не работает, не сдается. Машины не ставьте. Вот реально обидно видеть такие базы, заброшенные прямо на берегу моря. Но почему-то как-то нет какого-то рычага управления. Ну, с другой стороны, частная собственность, она тоже частная, должна быть всегда. Но жалко, это места общие должны быть для всех. Вот в СССР это был классный отдых для трудящихся. Это Ставрополье. Ставрополье. Ну, то, что работает, не видим пока. Ну, и туристов у нас тут особо нету. Поэтому нельзя сказать, будет он работать или нет. База-то пока большая Ставрополье прибежная 35. Здесь у них есть магазинчик. И въезда. То есть издаются места и все, что тут хочешь для вас. Но это уже другая Танапа база. Не Ставрополье, а следующая. О, вот это вообще прям прикольно. Сейчас мы разъедем все-таки в разные стороны. Да-да. Прикол. Белый берег. База отдыха здесь находится. Следующая. Далее здесь вроде и свет горит. Но немножечко непрезентабельно выглядит территория базы. Называется она Виноградарь. И это единственная база, в которой иногда через территорию, вот тут по краюшку можно пройти к морю. Хотя здесь на построенном проходе напрещенок. Вот, видите, проход сквозной, прямой. То есть, ну, сделайте такие вот через все базы по бокам. То есть, может камеру поставить там или еще чем. Просто надо администрация, чтобы обязала всех. А это Ауром. Мы добрались. У них здесь асфальт. Какие-то коммуникации провожили. И асфальт повредили. Ну, единственное место, где первый появился вообще асфальт. Территория огромная. All inclusive. Люди хвалят. То есть, все, что я могу вам сказать об этом месте. Только тихий, прекрасный отдых All inclusive. Вдалеке от вообще суеты, шумов. Здесь завозят щебенку. Будут отсыпать дорогу. Возможно, когда-нибудь увидим асфальт. Это уже база Анап-1, которая идет следующая после Аурома. Причем тут завезли вообще по всей дороге. Классно. Было очень хорошо, чтобы здесь действительно появился бы асфальт. Меня бы это, по крайней мере, порадовало. Выйдем дальше. Тут база отдыха. Еще одна такая старенькая. А вот еще чуть вперед уже начинается асфальтовое покрытие. Базы идут и с левой стороны, и с правой. Тут разнообразные магазинчики, кафе-бары. Еще одна база. Ну, не все подписано. К сожалению, показывать с удовольствием могу по названию. Смотрите уже по карте. Еще один магазин продукты. Здесь рядочком находится база отдыха с домиками, которую я снимал. Хорошая территория. Проход к морю. То есть потихонечку объектов, которые размещаются, можете на канале становиться прям очень много. Здесь русалочка, называется база отдыха. Следующая. Ребята здесь делают какую-то площадку, может торговую точку поставить. Потом вот искра. Мы видим подписанную базу отдыха. И уже видим, что заделывают провоженные здесь коммуникации. Людей практически нет. Хотя нет-нет, машины припаркованные здесь встречаются. Тут вот впереди есть проход к морю, к рыббазе. Ну, не знаю, будет ли там он открыт. У нас Sunrise база отдыха. Здесь еще одна. Вот постоянно забываю, как этот Газпром морский называется. Вот это Ладогу мы проехали. Тут волна. А нет, стоп-борты. Но хоть здесь вот проход к морю есть. Можно тоже подкрывать машинку и выходить на пляж. Сигнал база отдыха. Малый хит вот никак не могу. Вот пока я к нему не подъезжаю, я всегда забываю, как он называется. Лед-отель. Большущий. К ЖД, по-моему, относится, да, родом нашим. Если где-то отдыхали, пишите обязательно, как вам. До сюда у нас даже трамп. Офигеть, просто что за ветер. Порыв пришел сильнейший. Сегодня полгорали надо мной. Ребята говорят, приезжай. Будем снимать контент, как ты на свои девятки зайдешь. Я очень хотел в море, но потом все, ладно, не буду. Сейчас на парковочку здесь вроде бы въехать возможно, что мы сейчас и попробуем сделать. А потом через поселок еще проедем, посмотрим, как там точки торгового открываются. Может, что еще есть. Да. И пока ничего не закрыто. Это радует. Привозят скарб свой на пляж. Наши товарищи предприниматели. Нам уже нужны парковки. Машин не так уж и много, но они, в принципе, есть. Здесь, как я и говорил, уже наводят порядки. Скоро появятся настилы. Все домики выровняли. Помните, как их тут штормом перемешало. Это вообще непонятно, что было и что стало. Ну, в общем, я думаю, с этим тоже порядок все приведут, наведут. Здесь и полиция. Помните, вот эти домики все были перемешаны. Сейчас приехали, все расставили. Ну, вот, порядки. Вот уже придумали настилы. Стал их разложить и украсить для вашего перемещения. В общем, все хорошо. Как я и говорил, к лету, когда вы начнете приезжать сюда, здесь уже будут везде порядки. Вообще, патронтаж. Но это, думаю, люди вот правильно делают. То, что не знают, куда девать мусор, когда нет мусора в межсезонье. Посмотрите, вот то, о чем я говорил. Вот как здесь метет песок. Если на камере это видно, то это жуткая жуть. Там, где мы были на пляжах, до этого с бруксером такого не было. Полицию что-то кто-то разукрасил. Будем надеяться, что приведут все в порядок. Туалеты. Здесь барная конструкция строится. Кстати, новые навесы. Смотрю, что в этом году будут. Метет песок. Больно. По ногам бьет. И здесь не особо комфортно сидеть. Как, в принципе, на всех пляжах сейчас Анамского побережья. Имеется в виду, кроме тех, которые были у нас показаны. Либо на каменных пляжах. Море такие. Вот какая красота. Красный флаг, кстати, на спасательной вышке. Купание запрещено. Здесь уже настил сделан. Можно им пользоваться. Пляж, конечно, смотрится очень красиво. Люди отдыхают с песелями. Мусора на берегу нету. Виды на море классные. Чтобы песок не мило, вообще прекрасно. То можно поделать красивые фотографии. Здесь совсем другой пляж. В принципе, он очень отличается от того, которого мы были с вами. Вы, как понимаете, сегодня мы вон оттуда, оттуда. И до сюда доехали. Здесь еще у нас километров 20 Витязева. Пустынных пляжей Витязевская коса. Но туда мы не пойдем. Морюшка, тебе снова здравствуй. Температура 19,3. Думаю, не будем замерять. Оно одно и то же. Но очень красиво. Как-то прям цвета мне сегодня радуют. Как же тут прекрасно, друзья мои. Еще бы убрать. Ай, прям по спине прилетело песком. Ветер. Здесь, кстати, видите, не глубоко. Обычно, хотя глубоко. На пляжах, на этих. Но штурм постоянно меняет побережье. Вот девушка зашла, по колено умывается водичкой. Море, в принципе, теплое. Как я вам говорил, 19,3. Это хорошая температура. К началу июня 22-23 градуса обещают. А 24 тоже для всех идеальное море. Все купаются, долго плавают. Хотя, честно, и даже сейчас оно очень хорошее и классное. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. По крайней мере, мы вас здесь очень ждем. Сейчас давайте на выезд в Благовещенское. Посмотрим, что там. Ну, и выйдем мы, наверное, через второй проход. Посмотреть, как он готовится. Чтобы более плавную картину от центрального пляжа Благовещенское вы получили. Я же для вас, в принципе, стараюсь. Не забывайте. Каждый ваш донат дороже вас сто крат. Потому что благодаря вам мы снимаем все эти места, путешествуем и делаем обзоры по-честному. Это очень важно. Ну, реально, как я кайфую от этого песочка. Он здесь больше с ракушечкой. Те, кто приезжают в Благовещенское, говорят, что он отличается от нашего Витязевска. Ну, плюс-минус все одинаково. Дюны здесь пониже как раз-таки из-за того, что ветра их сдувают. Поэтому здесь как раз-таки они продуваются сильнее. И ценится благо как раз-таки кайтерами. То, что здесь ветров побольше бывает. То море катаешь, что в Лимане. Поэтому мекка кайтеров ждет своих гостей. Стало нам, в принципе, знаменитым. Благо именно благодаря кайтерам и развитие свое получил. Потому что они первые сюда приехали в больших количествах на отдых. А сейчас здесь, конечно, отели, Новая Анапа. Развитие территории ждет эти места совершенно в другом формате. Что не хочется уходить, не хочется лечь здесь и лежать. Песок прям горячий, ребятка. Комфортно горячий. Ух, если бы не ветер. Но, с другой стороны, ветра нам тоже нужны. Ну, чуть-чуть потише, чтобы я кататься мог, себе обидно. На море такое себе сегодня. Песок очень сильно бьет. Такой вид спасательный домик. Смотрите, на флаге вертикально висят. И на втором проходе здесь уже сделан тот самый проход, чтобы сюда заходить. Это прекрасно. Там какой-то трактор уже что-то копает. Сейчас будет прикольно, если я выехать теперь не смогу отсюда. Потом меня здесь закопает. Надеюсь, что все будет хорошо. Ну, тут что-то пытается появляться. Вот навес какой-то там. Зонтики валяются. Тир. Ну, радует уже настил. Я прошелся прям комфортно, классно. Причем досточки так хорошо обработаны. По ним углы засунули. Тут сточены боковые. Обычно просто кидают на боках. А-а-а! Как же больно. Там вот, ребята, через дюны на руках тоже проходят. Обычно люди просто прогуливаются. Хотелось бы, чтобы в этом году еще ходили автобусы. Нормально сюда на паковочку. И самой Благовещенской привозили на пляж. Тогда было бы здесь более комфортно отдыхать. В общем, по всему расскажу. Но попозже. Когда будет информация. Пока информации никакой нету. Как оно будет работать. Вагончик, кстати, который здесь стоял, куда-то исчез. Вот трактор что-то делает пока непонятно. Прямо по центру копает он, ребята. Или уже закапывает что-то. Ладно. Поехали. Нововведением этого года влаги является то, что по левой стороне сделали отбойник вдоль всей дороги. Тут, кстати, всякие магазинчики откроются. Но это будет в дальнейшем. Пока все закрыто. То есть теперь, возможно, безопаснее будет прогуливаться с самой влаги до моря. Также по дороге здесь есть мусорки. Правая сторона у нас, видите, здесь крема. Но здесь кусочек его, который отрезали этой самой дорогой. Там бы сейчас он полноводный. И везде, в принципе, хорошо. Убьем. Камеру сносит из рук, насколько сильный ветер. Ну, тут совсем рядышком. И мы, в принципе, добираемся до поселка. Левая часть его, это все новое. За ним сразу будет начинаться территория новой Анапы. А здесь старая часть, вот, база отдыха. То есть и все участки, которые раньше выдавались. То есть вот этой левой части, в принципе, изначально вообще не было. Он был поселок Инограторский. Там рыбкой занимались. Здесь еще два лимана рядышком находятся. Зачем вам, как говорится, этот был отдых и море. Ну, некоторые базы отдыха, допустим, вдоль берега, как и здесь, существовали. Ну, как вы видели, да, там старые домики и ничего более. Здесь вот кафе, и у нас с правой стороны мы въезжаем на центральную улицу, где расположены, наверное, все развлекательные учреждения и магазины данного поселка. Ну, по крайней мере, раньше так было, потому что сейчас все чуть-чуть меняется. Здесь было кафе огромное, оно сгорело. Сейчас до сих пор еще ничего здесь не сделали. Наспределые какие-то работы по благоустройству ведутся. Вот частный сектор, гостевые дома. Здесь вот столовая Бонаппетит работала в прошлом году. И шашлычки жарили. Бонаппетит – хорошая сеть, поэтому пользуйтесь. Надеюсь, что Благовещенская, она работает ничуть не хуже, как в других местах. Вот так по улицам везде, основном, частный сектор. Здесь ларечки, но я смотрю, что тоже коммуникации какие-то провожили. Возможно, это грязификация, либо еще что-то. В общем, меняли, готовились к сезону, чтобы было меньше проблем. Сейчас мы увидим с вами первый сетевой магазин «Пятерочка». Здесь разливное продают, разнообразное перед ним. А, у нас в зубах песок вообще скрипит после этого моря. Да, вот видим, что уже восстанавливают покрытие, делают тротуары в Баге. Здесь тоже хорошее кафе-столы я пробовал. Здесь более такое одиссей. Элитное кафе тоже пробовал, как-то я там еду. Мойка. В общем, все, что вам надо. Есть в этом поселке для отдыха 100%. Ну, как и для жилья, в принципе, и школы, детский сад, и амбулатория тоже. Но туда дальше, в центр. Это окраина, чтобы вы понимали. Возле моря раньше селились не те люди, кто сейчас чувствует себя хорошо и богато. А те, у кого денег было мало, их подачи от окраины к морю отправляли. А вот как потол жизнь изменилась. Ну, а это центральная уже, наверное, точно улица, которая и въезд, и выезд в Благовещенск. Раньше, как я сказал, там были все магазины сосредоточены. Смотрите, там магнит, аптека здесь появился. И туда дальше у нас и пятерка, и магнит прям рядышком появится. То есть, конкуренция сетевых магазинов налицо, что хорошо для конечного потребителя. Потому что есть выбор, где что покупать. В ту сторону у нас хроничит он с Езелтарским лиманом, на котором мы с вами и начинали. Наш видео сюжет. Ну, ширина, наверное, 2-3 квартала этого, вообще этой Благовещенской. Поэтому, в принципе, он небольшой, уютный, курортный поселочек или курортное село Благовещенское. Астаница Благовещенска. Вот здесь центр находится, там и парк, и школа. Куда дальше? Детский сад, администрация, амбулатория. То есть, оно все в одном месте. Раньше самое лучшее место было здесь. Тут магазин даже очень много времени существует. Прям товары. Покушать пекарню, но пока еще тоже не открылось. Мне, кстати, пекарню это очень нравилось. Покушать, покупать. Сегодня с утра заезжал, взял себе кофе в пятерочке, которая впереди. И пару сотен кусок. Покушал, и уже час дня. Еху уже моторок. Уже час дня, ребята, пора ехать обратно в Анапу. У нас там еще и пробки. Надо все это сделать до того, как... У нас сегодня еще пана, передвижуха, чтобы все успеть. Эх! Вот магнит. Вот пятерка. Итак, дорогие мои, я что-то отвлекся. Купил кофе себе. Пару этих перекусить и забыл. Что мы тут снимали видео. Это площадка на выезде. Мы недалеко отъехали от магазинов. И сейчас идем уже на выезд. Ну, тут как бы поселок, в принципе, кончается. Мы видим только Витязевский лиман. Ничего другого. Дороги здесь хорошие. Именно в этих местах. Ждем еще по улице Приврежной, чтобы появилась класс. Но это все придет с новой Анапой. Здесь даже в ЖД дорога появится. Аэроэкспресс обещают, который будет ходить с аэропорта. Ну, я не сомневаюсь, что вливания будут большие. И все будет. Единственное, как пройдет трасса. Основная артерия. Говорят, что, возможно, по краю Витязевского лимана на сваях что-то построят. Может быть, выкупят участки и проложат через, собственно, сам поселок. Единственное, что можно сказать с уверенностью, что таким мы его запомним, как он сейчас есть. В ближайшее время здесь будут колоссальные изменения. Хотя, казалось бы, раньше Глаговещенска не так уж и быстро развивалась. Но все меняется, когда приходят они большие федеральные деньги. Вот он, выезд, с благим. И заедем до заправки, глянем, что тут бензин почем. Но с той стороны Витязевского лимана наблюдаем. Видите, зима. Дымки, туман. Ну, вот она заправочка Lookout. Здесь у нас дизельное топливо. 62, 71, 53, 94, 93, 95, 59, 66, и 172, 23. И людей на заправке много. Ну, за всем откланиваю. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Озеровский. Спасибо за просмотр, хорошего настроения, позитивных впечатлений. И пускай все ваши мечты избываются. Ну, как и моя, все-таки покатать на кайте еще в этом месяце. Потому что катал вначале, а сейчас уже давно не ездил. Ну, и ждем лето. На фотосессии тоже приглашаю. Ребята, если надо, проезжайтесь. Попробуем найти для вас место. Привет, крабнял, сердце прижал. И хорошего дня пожелал. Поехали.